всем привет продолжаем знакомиться с главами книги библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу выход из ковчега вода постоянно убывала до 10 месяца в первый день десятого месяца показались верхи гор по прошествии 40 дней но и открыл сделанное окно ковчега и выпустил ворона чтобы увидеть была ли вода с земли ворон вылетев отлетал и прилетал пока осушила земля от воды потом выпустил от себя голубя чтобы видеть сошла ли вода с лица земли но голубь не нашел место покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег ибо вода была еще на поверхности всей земли и он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег и помедлил еще семь дней других и опять и упустил голубя из ковчега голубь возвратился к нему вечернее время и вот свежий масленичный лист во рту у него и но и узнал что вода сошла с земли он помедлил еще семь дней других и опять упустил голуби и он уже не возвратился к нему 601 года жизни но его и первому дню первого месяца истекла вода на земле и открыл но и кровлю ковчега и посмотрел и вот обсохла поверхность земли и во втором месяце двадцать седьмому дню месяца земля высохла и сказал господь бог ною выйди из ковчега ты жена твоя и сыновья твои и жены сынов твоих с тобою выведи с собой всех животных которые с тобою от всякой плоти из птиц и скотов и всех галов пресмыкающихся на земле пусть разойдутся они по земле и пусть плодятся и размножаются на земле и вышел ной и сыновья его и жена его и жены сынов его с ним все звери и весь скот и все гады все птицы все движущие по земле породом своим вышли из ковчега текст по книге библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу а